Глава девятая Книги Есфир И все князья в областях и сатрапы и области начальники и исполнители дел царских поддерживали иудеев, потому что напал на них страх перед Мордахеем. Ибо велик был Мордахей в доме у царя, и слава о нем ходила по всем областям, так как сей человек Мордахей поднимался выше и выше. И избивали иудеи всех врагов своих, побивая мечом, умершвляя и истребляя, и поступали с неприятелями своими по своей воле. В Сузах, городе престольном, умертвили иудеи и погубили пятьсот человек. И Паршандафу, и Долфона, и Асфафу, и Пафару, и Адалью, и Аридафу, и Пармахшфу, и Арисая, и Аридая, и Вайезафу. Десятерых сыновей Эмана, сына Амадафа, врага иудеев, умертвили они, а на грабеж не простерли руки своей. В тот же день донесли царю о числе умершленных в Сузах, престольном городе. И сказал царь царицы Есфири, — В Сузах, городе престольном, умертвили иудеи и погубили пятьсот человек и десятерых сыновей Амана. Что же сделали они в прочих областях царя? Какое желание твое, и оно будет удовлетворено, и какая еще просьба твоя, она будет исполнена? И сказала Есфирь, — Если царю благоугодно, то пусть бы позволено было иудеям, которые в Сузах, делать то же и завтра, что сегодня, и десятерых сыновей Амановых пусть бы повесили на древе. И приказал царь сделать так, и дан на это указ в Сузах, и десятерых сыновей Амановых повесили. И собрались иудеи, которые в Сузах, так же и в четырнадцатый день месяца Адара, и умертвили в Сузах триста человек, и на грабеж не простерли руки своей. И прочие иудеи, находившиеся в царских областях, собрались, чтобы стать на защиту жизни своей и быть покойными от врагов своих, и умертвили из неприятелей своих семьдесят пять тысяч, а на грабеж не простерли руки своей. Это было в тринадцатый день месяца Адара, а в четырнадцатый день сего же месяца они успокоились и сделали его днем пиршества и веселья. Иудеи же, которые в Сузах, собрались в тринадцатый день его и в четырнадцатый день его, а в пятнадцатый день его успокоились и сделали его днем пиршества и веселья. Поэтому иудеи сельские, живущие в селениях открытых, проводят четырнадцатый день месяца Адара в веселье и пиршестве, как день праздничный, посылая подарки друг другу. И описал Мордахей эти происшествия и послал письма ко всем иудеям, которые в областях царя Артоксеркса, к близким и к дальним, о том, чтобы они установили каждогодно празднование у себя четырнадцатого дня месяца Адара и пятнадцатого дня его, как таких дней, в которые иудеи сделали спокойны от врагов своих, и как такого месяца, в который превратились у них печаль в радость и сетывание в день праздничный, чтобы сделали их днями пиршества и веселья, посылая подарки друг другу и подаяния бедным. И приняли иудеи то, что уже сами начали делать, и о чем Мордахей написал к ним, как Аман, сын Амадафа, вугиянин, враг всех иудеев, думал погубить иудеев и бросал пур, жребий, о истреблении и погублении их. И как Есфирь дошла до царя, и как царь приказал новым письмом, чтобы злой замысел Амана, который он задумал на иудеев, обратился на голову его, и чтобы повесили его и сыновей его на дереве. Поэтому и назвали эти дня, эти дни, Пурим от имени Пур. Поэтому, согласно со всеми словами сего письма и с тем, что сами видели и до чего доходило у них, постановили иудеи и приняли на себя и на детей своих и на всех, присоединяющихся к ним неотменно, чтобы праздновать эти два дня по предписанному о них и в свое для них время каждый год. И чтобы дни эти были памятны и празднуемы во все роды, в каждом племени, в каждой области и в каждом городе, и чтобы дни эти, Пурим, не отменялись иудеев, и память о них не исчезла у детей их. Написала также царица Есфири, дочь Абихаила и Мордахей иудеянин со всей настойчивостью, чтобы исполняли это новое письмо о Пуриме. И послали письма ко всем иудеям, сто двадцать семь областей царства от Аркта к Серксово, со словами мира и правды, чтобы они твердо наблюдали эти дни Пурим в свое время, какое установил о них Мордахей иудеянин и царица Есфирь, и как они сами назначали их для себя и для детей своих в дни посещения и воплей. Так повеление Есфирь подтвердило это слово о Пуриме, и оно вписано в книгу.